В этом видео я хотел бы поговорить о Джейке. Ты по-моему перепутал. Нет, не об этом Джейке, о котором вы думаете, а об вот этом вот Джейке. Думаю начать нужно с того, не знаю, многие наверное знают, но скорее всего новички нет, потому что Джейк и тот самый жирный, который находится на локации с джунглями, это абсолютно разные люди. Скажи, мы один человек? Правильно. То есть с этим уяснили, я думаю понятно, ни для кого не секрет то, что это абсолютно разные люди. Да, охуительные истории. С тем кто из кто уяснили, но мы сейчас говорим именно о Джейке, сразу перейдем к его маскам. Всего у него было три маски, одна из масок, которая является стандартная маска Джейка, такая зеленая, она встречается и в первой части Hotline Miami, то есть там она открывается, по-моему, как раз таки после того уровня, где он умирает, то есть насколько я знаю, вроде тогда она открывается, скорее всего. Следующая маска, она более имбовая, это маска с гвоздометом, гвоздометом. Если честно, это маска имба, потому что она ваншотит, и лично я ее считаю прям одной из самых лучших, потому что когда тебе на самом начале выдается такое имбовое оружие, которое при этом и собак, и жирных, и всех подряд может гасить сразу же, ну это, если честно сказать, довольно небольшой бонус, особенно в начале. Довольно небольшой бонус, небольшой бонус. Что, блядь? Ну а следующая маска, которая не менее имбовая, не менее крутая, это маска... То есть когда у него появляются нунчаки у Джейка, и скорость его увеличивается, опять же таки увеличивается его способность наносить удары. Из этих трех масок я, наверное, все-таки предпочел бы взять маску с Ирвином. Смерть, да, уже так быстро дошли до смерти. Смерть должна быть по канону, когда он умирает как раз таки на последней локации. То есть мы приходим на локацию, и разработчики не дают нам возможности действовать так, как мы хотим, то есть перезапуститься. Если мы умерли на последнем этапе, то все, собственно говоря, ГГ, и его, собственно говоря, застреливают в одной из комнат. Поэтому это смерть по канону, то есть так, как было запланировано. Но если вы решили нагибать, если вы решили побеждать... Ну если вы решили нагибать, если вы решили побеждать, вы пройдете полностью локацию, но это ничего вам не дает, потому что вас все равно убьют. Он ни при каких возможностях Джейк не выживет. Единственное, в чем плюс, это выжить и забрать дополнительный уровень, который называется Абус. Но в принципе, я даже не знаю, что больше о нем можно рассказать. Сам по себе чел не особо выделяющийся в игре, потому что, опять же, только в двух уровнях он появился. Я, сука, сейчас все брошу нахуй, буду тебя ждать. Хорошо. Понял? Хуй полотина ебучая, блин. Чего, блядь? А что несет вообще хуйки? Ну, решил я просто для обобщения сделать это видео, опять же-таки, посмотреть, как вы на него реагируете. Поэтому пишите в комментариях свое мнение по поводу этого самого человека, Джейка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok